10 одеял вместо отопления. Мерзнут жители улицы Шахтеров и Бульвар Мира. Отопительный сезон начался еще 1 октября, однако в некоторых домах тепло так и не появилось. В причинах разбиралась Миром Гульсалкинбаева. Некоторые жители нашего города все еще мерзнут в своих домах. Прогнозы синоптиков о резком похолодании их бросают в дрожь. В домах до сих пор нет тепла. По словам жителей Бульвар Мира 31, к ним по сей день тепло по-прежнему не поступало. Причина видна, что называется невооруженным глазом. Улицы перекопаны, коммунальщики в спешном порядке латают прохудившие трубы, а страдают жители. Отопления нету, до сих пор нету и когда будет неизвестно. Но чем это связано не знаю. Однако говорят, что где-то авария, это авария, авария, но однако мы уже выход не найдем. Особенно тяжело приходится их сыновьям и внукам. 10 одеял вместо горячих батарей. На улице теплее, чем дома, говорят многострадальцы. После холодной прогулки, войдя в квартиру, они укутываются одеялами. Дома очень холодно. Но чем дома, на улице теплее. Поэтому все наши пенсионеры выходят на улицу. Замерзают в собственных квартирах и жители улицы Шахтеров. Температура воздуха в жилых помещениях не поднимается выше 12 градусов. Несчастные люди винят представителей КСК. Ежегодно с запуском тепла у нас большие проблемы. Ежегодно. Вот срок 1 октября. Ладно, мы добавляем неделю, 7 октября. В этом году уже 16 октября. Никаких, ничего мер не принимается. Абсолютно. Ответка из КАНО и вопросы жителей таков. В данный момент запускается. Здесь действительно очень много канализации. Но пробивается здесь канализация 2 раза в неделю. Что только не вытаскиваем. Мыльницы, полотенца и так далее. Виноваты, конечно. Не везде успели залить. Мы постараемся сегодня запустить здесь и справиться. А квартира? Вместе со 135-й квартирой. Но этот ответ жителей не утешает, так как они думают о своих близких. Нам тепло надо. Мы маленькие, мерзнем. Вот такая тетя там. Нам тепло. Вот обогреватель у нас стоит. Когда подключат отопление во всех домах, еще неизвестно. Но судя по тому, что менять отопительные котлы здесь начали с наступлением холодов, это затянется надолго. А некоторым карагандинцам, по чьей-то вине, придется жить с ледяными батареями. Миром Гусал Кимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Первый карагандинский. Первый карагандинский. Первый карагандинский. Первый карагандинский.